Внимать и вопросы задавать. Итак, вилла Вильфранше. Это гараж, сразу перед въездом на виллу. Здесь парковочные места, где можно всегда оставлять машину. Вилла называется Ла Сигаль. Номер 8. Если перевернуть, то получится бесконечность. Так, код для того, чтобы открыть. Мы входим. Это Александра, которая менеджер этой виллы. Так, вот начинается сама территория виллы. Мы спускаемся по лестнице. Вилла сделана в стиле Прованс. Стиль виллы это сочетание модерна со старым Провансом. Есть два входа. Это вход сразу на территорию, а это центральный вход в дом. Фактически пешком, как нас проинформировала Александра, получается по внутренней лестнице, я потом ее еще сниму, получается где-то до 10 минут пешком. Это салон, телевизор, зона отдыха, шикарный вид на залив Вильфранша, огромный стол, где можно ужинать, обедать, завтракать, камин. Так, сейчас мы пройдем на кухню. Все в идеальном состоянии. Ремонт здесь делался не так давно, поэтому заходи, живи, и просто, естественно, уют. это кухня. Такая, можно сказать, достаточно большая. И непосредственно из кухни выход на открытую площадку, где стол, еще один вход в зал, и непосредственно на самой территории. Небольшая кухня, летняя. Тут сейчас уже все сложено. Вот это все поднимается. И бассейн. Бассейн где-то примерно 6 метров. Вид сам говорит о себе, не стоит его комментировать. Мы находимся в Вильфранша. Так, возвращаемся обратно. Мы попробуем зайти с дверей зала. попробуем еще раз снять. Тут есть сигнал левать. Так, идем в главную спальню. То есть, это все мы снимаем, все это первый этаж. Это гостевой туалет. Здесь находится шкаф маленький уюта гостей. Здесь мы проходим в такой зал и главная спальня. Бит из главной спальни. подробненько. Все, как бы смешиваем. Старинная мебель. так, главная комната. свет включили. Мега душевая. все в отличном состоянии. это коридор с такими вот разными шкафами. Так, опять-таки вход сюда. Еще раз мы проходим опять в салон и поднимаемся на второй этаж. Так, второй этаж. Значит, на этой вилле четыре спальни. Фактически в каждой спальне идет что-то такое ковровое покрытие. Светлая спальня, полна солнца. Здесь даже зимой, наверное, будет и выход на террасу. На эту террасу выходят двери спальни номер один. Здесь такой огромный зонтик, который можно разложить. Можно делать коктейли. И, соответственно, вот такой вид. Территория небольшая, здесь еще есть большая джакузи. Здесь еще одна зона отдыха. Вот, вид. Пойдем еще раз. Бассейн большой, удобный. Сады, конечно, как такового не имеется, но в Вильфранше очень сложно иметь большой сад. Это либо нужно забираться на самый верх, потому что, в принципе, мы здесь находимся в трепетной близости к цивилизации. 5-10, максимум 7 минут пешком, то это, конечно, так, еще одна ванная комната, еще одна душевая, туалет, который принадлежит в спальню номер 2. Так, теперь мы переходим по вот такому красивому коридору в спальню номер здесь еще одна душевая, которая относится к спальне номер 3. Ну, все в том же стиле, все в таком светлый прованс. Так, спальня с видом соответственно на залив и вот этот же выход на ту террасу, где мы уже побывали. Близкого расположения соседей нет, что очень радует. Все очень так просто, мило. Дальше, игровая комната для детей. Вот она непосредственно здесь. Тут солнечно, безопасно, мягко. Значит, здесь имеется прачечная. Вот здесь стоит сушка. Имели вот эти хорошего качества машинка, где можно делать постирожки. Кондиционер. Весь дом кондиционирован. Это одно отделение шкафов, где можно сложить постельное белье. И детское, которое было предусмотрено для людей. Все в розовом цвете, прям как для девочек для Риммы. Девочек Риммы. И самое удивительное, это ванная комната детская, которая просто мега размеров. Все очень красочно, сочно. так что когда будут приезжать твои девочки я думаю, что им понравится. Собственно говоря, мы можем уже двигаться к выходу. То есть четыре спальни, четыре санузла, все в хорошем состоянии. Это главная лестница, которая выводит у нас в салон. А здесь есть сигнализация? Да. Здесь есть сигнализация, то есть дом можно спокойно закрывать, уезжать, приезжать. Отмечу еще раз, что земли как бы сада нет, но все очень компактно, все очень чисто, модерного, близко к центру. Поэтому можно рассматривать как вариант. Значит, стоимость этой вилы годовой аренды 10 тысяч евро. Сюда уже включены обслуживание садовника и обслуживание бассейна. Естественно, что касается оплат газа света, это зависит от того, сколько это будет расходоваться. Самара дел располагается примерно на среднем уровне холмов. А бассейн с подогревом, Александр? Я прошу прощения. А бассейн с подогревом? А бассейн с подогревом. Это очень радует. Вот. Редактор субтитров субтитров